Безусловно, традиции российской, русской благотворительности, они еще берут начало с царских времен, когда были и люди, меценаты, которые этим занимались, и вовсановные особы. Что касается нынешней ситуации, у нас появился небольшой, но очень солидный класс богатых людей, олигархия. И они занимаются чем угодно, многие из них. Покупают футбольные клубы, играют в яхты, играют на биржах и так далее. И во многом они говорят, ну почему? Вот у нас есть программа развития спорта. Если говорить о таких серьезных концернах, нефтяных или газовых, у которых отведено, обязательно должны этим заниматься формально. Я считаю, что если человек заработал каким-то образом очень большие и крупные деньги, то нужно подумать о душе и подумать о том, что останется после тебя. подумать о том, что останется Слава Березовского, который ушел и вот так, как ушел. И что можно сказать о таком человеке? Или останутся его добрые дела, которые, а многие, вернее даже не многие, а единицы. Делают это и не афишируют. Вот это самое дорогое, когда человек не афиширует свое благородство и свою помощь. Я просто расскажу, может быть, чуть подольше остановлюсь на этой теме. Писатель Юрий Олешев, и когда он получал свой скудный гонорар, ну, такой, там, книги, рассказы, он разменивал этот гонорар, без того маленький, на мелкие деньги. И он шел по Одессе, а тогда были подвалы, люди жили в подвалах и решетки, которые... То есть человек просыпается, вот он открывает окно, он не видит небо, не видит улицу, он видит каменную стену, небо где-то там вверху. А то, что у подоконника, это окурки, там грязь какая-то. И вот он клал через эту решетку, он клал эти деньги, чтобы человек проснулся, и он представлял себе, как этот человек будет радоваться тому, что Господь послал за все его труды, за все его молитвы, за все его несчастья, послал вот эту вот небольшую купюру, там, 3 рубля или сколько. И это доставляло ему огромное удовольствие.